Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет мрачного ужастика 2019 года «Милая». После того, как яхта пятерых друзей, отдыхавших в море, тонет во время шторма, Дженнифер Реминг прибывает к берегу небольшого тропического острова. Девушка приходит в себя, замечает поблизости Брэда, ещё одного выжившего с яхты, и бросается к нему. Джен с ужасом видит огромный кусок коралла, торчащий из живота парня. Брэд с трудом шепчет «Ты это видела?». Девушка вытаскивает коралл, прикладывает к ране кусок ткани, чтобы остановить кровь, и спешит в джунгли в поисках питья. Джен разламывает лежащий на земле кокос и возвращается к раненому, собираясь напоить его. Вот только Брэд уже скончался от потери крови. Девушка со слезами на глазах снимает сигнальный пистолет с тела парня и исследует остров, на который её забросила судьба. Вскоре Джен обнаруживает вещи и фотографии семьи, которая не посчастливилась оказаться здесь раньше неё. Самым полезным предметом оказывается заполненный на треть коробок спичек. С наступлением темноты начинается ливень, поэтому Джен проводит ночь в джунглях под пальмами. Вернувшись утром на побережье, девушка находит большое количество мёртвой рыбы, среди которой она замечает небольшую акулу, тело которой истерзано чьими-то огромными когтями. Недалеко от вещей семьи девушка обнаруживает их могилы. Джен выкапывает небольшую яму, затаскивает туда тело Бреда, после чего присыпает его песком и накрывает пальмовыми листьями. Вечером с помощью найденных спичек Джен удается развести костёр, на котором она жарит мёртвую рыбу с берега. Утром девушка с ужасом видит пустую могилу Бреда, от которой тянется кровавый след к морю. Джен понимает, что на этом маленьком острове обитает опасный хищник. С помощью острого камня девушка делает из палки подобие копья, надеясь, что оно хоть как-то поможет ей защитить себя. На следующий день Джен замечает недалеко от берега часть багажа с затонувшей яхты и плывёт за ним. Нырнув под воду, девушка видит на дне здоровенную дыру, которая почему-то вызывает у неё бессознательный животный ужас. Ночью Джен слышит гул пролетающего самолёта. Она стреляет из ракетницы сигнальным патроном, но, к сожалению, пилот не обращает внимания на вспышку в небе и улетает. Когда сигнальный патрон падает в воду, Джен видит силуэт здоровенного монстра, отдалённо похожего на трёхметрового человека. Девушка мчится в джунгли, где падает в заросли травы и замирает. Вскоре она слышит шаги и громкое дыхание морского чудовища. Но, к счастью, оно не находит Джен и возвращается в воду, а девушка понимает, что это создание утащило тело Бреда. Утром девушка пытается соорудить плод из пластикового чемодана и спасательного жилета. Однако это оказывается плохая затея, и ей приходится вернуться на опасный остров. Девушка, уверенная, что монстр обязательно вернётся следующей ночью, перед закатом заползает в лежащее на земле полое дерево, где собирается остаться до утра. Ночью чудовище тщетно пытается пробиться сквозь толщу дерева к девушке, но у создания ничего не выходит. Тогда оно теряет интерес к происходящему и возвращается в океан. На следующий день Джен с помощью маленьких мёртвых рыбок приманивает к берегу небольшую акулу и после нескольких неудачных попыток всё-таки убивает её самодельным копьём. Девушка привязывает акулу к ветке дерева и прячется неподалёку в небольшой яме, укрывшись пальмовыми листьями. Джен хочет получше разглядеть морское чудовище, но засыпает, а проснувшись утром обнаруживает на дереве лишь обрывок верёвки. Когда Джен готовится к четвёртой ночи на опасном острове, к берегу прибывает изуродованный труп Зака, который также отдыхал вместе с ними на яхте. Нижняя часть тела парня оказывается полностью съеденной, однако Джен удается перебороть от вращений и рвотные позывы и привязать труп Зака к той же ветке дерева, где висела акула. Ночью девушка дожидается, когда монстр выйдет из воды, сорвёт с дерева тело Зака и сожрёт его прямо у неё на глазах. Джен видит, что монстр передвигается на задних лапах как человек, он под три метра ростом и очень силён физически. В этот момент в небе снова пролетает самолёт, но из-за того, что чудовище находится рядом, Джен не может воспользоваться сигнальным пистолетом. На следующий день девушка сооружает самодельный гамак из куска брезента, прибитого к берегу, после чего привязывает его между двумя пальмами как можно выше от земли, надеясь, что там монстр не сможет её достать. Однако ночью создание легко дотягивается до Джен и швыряет её с гамака на землю. Девушка пытается убежать вдоль берега, однако чудовище легко догоняет её, передвигаясь с огромной скоростью по воде. Джен удается поразить создание своим копьём, но мощный удар разъярённого монстра отбрасывает её в воду. К счастью, раненое чудовище решает на время оставить свою жертву в покое и исчезает в океане. Следующим утром Джен замечает в воде спасательный плод и сразу же плывёт к нему. Подплыв ближе, девушка видит, что этот плод с их затонувшей яхтой, в котором находятся её бойфренд Лукас и Мия, подружка погибшего Брэда. Вскоре все трое добираются до берега и счастливо обнимаются, уверенные, что вместе они смогут выжить. Джен объясняет ребятам, что на острове живёт очень опасный и плотоядный монстр, и нужно как можно быстрее убираться отсюда. Вот только Лукас и Мия, чудом спасшиеся на плоту, не хотят никуда уплывать, уверенные, что у Джен из-за произошедшего начались галлюцинации. Джен рассказывает ребятам, что ей не удалось спасти Брэда, и это заставляет зарыдать безутешную Мию. Однако при упоминании о Заке Лукас и Мия заминаются и по какой-то причине потупляют взгляды. А чуть позже Джен обнаруживает, что перочинный ножик Лукаса весь перепачкан кровью. Джен несколько раз пытается убедить парочку уплыть с этого зловещего острова, но те наотрез отказываются. Тогда Джен решает уплыть на плоту в одиночку, однако двое замечают беглянку и пытаются её остановить. Джен, отбиваясь, пинает Мию по голове, которая из-за этого приходит в ярость, хватает весло и сильным ударом по голове вырубает девушку. Джен приходит в себя, привязанная к дереву, через несколько часов после заката. Двое обещают освободить пленницу, как только убедятся, что она не повторит попытку сбежать. Мия объясняет, что они не могут доверять Джен, так как, живя в городе, она очень часто врала окружающим. Джен объясняет, что сейчас это вопрос жизни и смерти, но это не слишком убеждает Мию. Когда Мия уходит прогуляться по берегу, Лукас наезжает на Джен за то, что она пыталась угнать плот и собиралась бросить их умирать на этом острове, хотя в городе девушка жила полностью за его счет. Джен просит забыть прошлое и умоляет развязать ей руки. Парень не успевает ничего ответить, так как с берега раздается истошный крик Мии. Лукас хватает горящий факел и спешит на помощь девушке, которую атаковал монстра. Парень бросается на чудовище, которое легко отшвыривает смельчака в сторону. Джен удается освободиться, и она бежит в сторону берега, только чтобы увидеть, как монстр хватает истекающую кровью Мию и затаскивает ее под воду. Утром Джен находит испуганного Лукаса на дереве и объясняет ему, что днем чудовище не появляется на острове. Девушка убеждает спутника покинуть остров на спасательном плоту. Двое используют последнюю спичку, чтобы разжечь костер и пожарить на нем всю рыбу, которую им удалось поймать и найти на берегу. Джен, забравшись в плот, обнаруживает, что все внутри залито кровью и с ужасом понимает, что Лукас и Мия убили Зака и выбросили его тело за борт. Тем не менее, Джен и Лукас вскоре отплывают от берега в сторону запада. Так как туда направлялись самолеты, пролетавшие над островом. Двое чувствуют себя на воде в относительной безопасности, когда неожиданно на них нападает морское чудовище. Острыми когтями существо прорывает днище плота и пытается забраться внутрь. Лукас стреляет в него из сигнального пистолета, но монстр вскоре возвращается и утаскивает Джен под воду. Платоядное существо оказывается чем-то средним между рептилией, акулой и человеком с крепкой кожей и острыми когтями на лапах. Девушке удается несколько раз пырнуть со здания перочинным ножом. Чудовище выпускает Джен и в этот момент его пытается атаковать пришедший на выручку Лукас. Однако монстр легко отбрасывает копье мужчины и тащит Лукаса на глубину, прямо в свое логово, а Джен беспомощно смотрит на это. Девушке удается доплыть до берега, где она видит прибитый к берегу плот. У нее с трудом получается разжечь почти потухший костер. Джен понимает, что если она не сможет дать отпор морскому чудовищу, то он обязательно сожрет ее. Первым делом она записывает свой опыт противостояния с монстром в дневнике в надежде помочь потерпевшим кораблекрушения, которых в дальнейшем может прибить к острову. Если платоядная тварь все-таки убьет ее. Затем она затачивает множество кольев из веток деревьев, а также выкапывает скелеты погибшей семьи, собираясь использовать их острые кости как оружие. Джен поджигает круг из травы и заманивает в него монстра. Девушке удается поразить чудовище копьем, однако монстр одним ударом легко отбрасывает ее в сторону. Джен удается подняться и нанести чудовищу несколько ударов костями и перочинным ножиком. Тяжело раненый монстр продолжает преследовать девушку, но вскоре падает прямо у ее ног и замирает. Джен добивает существо своим копьем, обезглавливает труп и медленно хромает к плоту, неся отрубленную голову как доказательство того, что произошло на объятом пламенем острове. Как вам фильм милая? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!